ПЕРЕМЕН 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 Он, она, обстоятельства не изменятся. То есть перемен, которых мы ждем, не будет. И вот тогда человек убивает надежду, теряет. Первый мой пункт нашей проповеди – это ожидание перемен несет надежду. Это действительно, друзья, вселяет надежду в каждого человека, когда человек хоть чуть-чуть верит, хоть чуть-чуть имеет надежду, что, ну ладно, надо еще потерпеть, надо еще подождать. Перемены придут в мой дом, в мою ситуацию. Придут перемены хорошие. И вот это как-то нас тяжело, тяжело, но мы как-то встаем и пробуем двигаться дальше. Ожидание перемен иногда здесь на земле бывает – это просто земная логика, просто расчеты, просто знакомства, варианты. И вот эти варианты, вот эти расчеты как бы нам дают надежду, что, ну все-таки можно что-то здесь изменить к лучшему. Есть другой вариант. Когда заканчиваются наши варианты, написано за Давида, что он укрепился надеждой на Бога, на Господа. Укрепление пришло не в том, что изменились обстоятельства, а укрепление пришло в том, что в нем появилась надежда. И эта надежда – то, что перемены возможны. Многие из вас, кто уже семейный, вы очень ждали ханимун – медовый месяц. Интересно, почему вы его ждали? Ну, не будем в детали, но скажем так, вы ждали, что это, вот этот медовый месяц, неделя, они принесут вам такие хорошие перемены. Ну так все изменится к лучшему, ну вы просто на небесах, вы летаете просто. Вы, когда помните вашу свадьбу, да, вы готовились к свадьбе, а вообще свадьба – это тяжело. Это нагрузка, это стресс, и это дорого стоит. И еще есть риск. И вот здесь вот, кажется, людям хочется сказать, что ну зачем так рисковать? Зачем вот эти все нагрузки? Зачем эти свадьбы, мечты, жениться, выйти замуж? Но почему человек идет на этот шаг? Его мотивирует лишь одна цель – перемены. Перемены. Ожидание перемен вселяет надежду. Человек настолько убежден в том, что когда он женится на ней, или она выйдет замуж за него, то он, она ее сделает счастливой. И человек готов проходить через стрессы, через бури, готов идти в долги. Почему? Перемены. Надежда. Надежда на будущее. Придет что-то хорошее в мою жизнь. Женился. Перемены пришли. Но не те, которые я ожидал. И мы снова, что? Ждем перемен. И вот эти перемены, которых мы ждем, снова вселяют в нас надежду. Пока все более-менее нормально, но приходит момент, когда человек теряет надежду на то, что он или она изменится. Или мои обстоятельства. Вот тогда пропадает надежда. И когда человек уже не ждет перемен, это в нас убивает немножко нашу жизнь. И сегодня мы с вами поговорим о том, что когда мы теряем веру в надежду, теряем, здесь пропадает надежда. Люди вообще, друзья, в основном так устроены, что ждут перемен от обстоятельств. Ждут перемен. Моя ситуация, моя болезнь как-то изменится. Финансовое положение изменится. Жилье как-то изменится. Работа поменяется. Все эти перемены как-то тоже вдохновляют как-то жить, двигаться, мечтать. С другой стороны, люди ждут перемен в людях. Изменится президент. Изменится начальник. Ждут, что поменяется жена. В конце концов, поменяется муж. Вот этот человек изменится. Но так мало людей ждут перемен в себе. Перемены несут надежду. Когда человек теряет веру в то, что перемены возможны, пропадает надежда. Но, скорее всего, почти всегда мы ждем перемен от обстоятельств, от людей, но не от себя. Но помните, перемены всегда несут надежду. Мало кто из людей скорбит о том, что я так мало меняюсь. Ай-яй-яй. Я так мало меняюсь. Кто-то даже заявляет, что характер вообще не меняется. Я верю, друзья, что люди, христиане особенно, искренне, искренне, они могут меняться. Я не соглашаюсь с тем утверждением, что характер не меняется. Я знаю, что его изменить очень трудно. Знаю на практике и уверен, что вы не спорите. Но я верю на основании Священного Писания, которое мы сейчас прочитаем, что если человек искренне, с Богом, плечом к плечу, задан этой целью, то перемены возможны. И здесь, друзья, надо понимать, что есть перемены, которые происходят сверхъестественно, вообще, как бы, так скажем, не благодаря нашим усилиям. На духовном языке это называется рождение свыше. Когда человек не знал Христа, не верил, потом он его принимает, верит и рождается свыше. Появляется в нем новая природа. Это одна перемена, которая вселяет надежду. А потом есть другой этап. Этап духовного роста. Ребенок родился, это большие перемены. Но впереди еще много-много-много-много перемен. И эти перемены нам, как родителям, дают надежду, что ребенок вырастет, вот этим он станет, вот так вот он будет. Вот это мы ему научу. Но дальше это процесс. 2 Тимофея 3,16 написано. Все Писание Богом вдохновенно и полезно. То есть Библия, в которую мы верим, верим, что это не просто книга написана каким-то дядей-философом. Это Богом вдохновенная истина. И дальше. Она полезна для научения, для обличения, для исправления. Стоп, вот здесь хочу остановиться. Для исправления. Библия способна, имеет силу, имеет влияние на то, чтобы человек исправлялся, по-другому менялся, менялся к лучшему. Для наставления в праведности. Да будет совершен, Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Если я не верю в эту истину, то для меня, кажется, какой смысл играть в церковь? Какой смысл сюда ходить, как-то исполнять какие-то религиозные обряды, какие-то правила делать? С одной стороны, нормально, хорошо, почему бы и нет? Но я вижу, что в Писании есть намного глубже цель для всех людей, верующих на земле. Библия способна исправлять. По-английски написано correct. Correct. It corrects us when we are wrong. Библия способна исправлять нас, когда мы неправы. Ты сам себя даже не можешь исправить. Тебе люди пытаются исправить, они тоже не смогли. Но вот у нас есть потенциал, друзья, что мы можем исправляться, то есть меняться, преображаться. А перемены несут надежду. Вы знаете, друзья, самое популярное, наверное, выражение на земле – это nobody is perfect. Никто не совершенный, не идеальный. Я соглашаюсь с одной стороны. Читаем с вами вместе это Писание, где написано Слово Божие, оно полезно, оно может обличать, исправлять. И дальше – да будет совершен Божий человек. В английском переводе написано may the man of God may be complete, то есть полный или полноценный. И здесь мы стоим перед таким немножко парадоксом. Так, подожди, nobody is perfect. А с другой стороны Писание говорит, что да будет совершен человек. Да, друзья, мы понимаем и видим, что полное совершенство, оно будет там, на небесах, где мы изменимся. Но никто этой цели, этого стремления не отменял. И я думаю, что мы, многие христиане, мы где-то на каком-то этапе застряли к стремлению в перемены. Я думаю, что мы хотим и ждем перемен от всех, кроме как от себя, кроме от себя. И если это правда, что Божье Слово, оно способно менять, если Божье Слово написано способно исправлять людей, но вы потеряли надежду, потому что он или она, вы поверили, не изменятся. Правда, есть люди в вашей жизни, на которых вы либо поставили крест, либо вы настолько ждали от них перемен, вы уже потеряли веру в эти перемены. Они не изменятся. Следующий вопрос, а как насчет тебя? А ты можешь измениться? А готов ли? А хочешь ли? А это никогда не было первостепенной целью. Почему я должен меняться? Мы это применяем к другим. Бог, измени его, а Бог имеет в виду нас. Второй пункт. Перемены в себе. Это цель для каждого христианина. В первую очередь перемены в себе. Мы так много хотим изменить вокруг. Мы готовы, мы хотим, мечтаем изменить наш дом лучше, машину лучше, финансовое положение, чтобы было лучше, здоровье обязательно нужно лучше, ремонт хотим сделать в доме, детей хотим, чтобы были более послушными, чтобы какие-то пришли перемены. Супруга хотим тоже, чтобы был лучше. Ближнего. У нас список ожиданий и перемен. Просто на себя не хватает времени. Такой длинный список. От кого мы ожидаем, от чего мы ожидаем перемен? А когда долго ситуации не меняются, то пропадает, увядает надежда. И здесь Писание нам говорит, 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя. Какой смысл вникать в себя? А дальше вы ответьте. Какой смысл? Вникай в себя. По-другому в английских периодах написано следи за своей жизнью. В других периодах написано examine your life. То есть анализируй свою жизнь. Тестируй. Проверяй. А зачем? Зачем эти штучки? Кому они полезны? Вникай в себя. Ну и что? Правда же, здесь здравый смысл говорит о том, с целью, чтобы нам меняться. А когда меняемся мы, показываю на себя, вот эта перемена, она несет надежду, что значит, что-то хорошее все-таки будет. А мы уже в это перестали верить. Матфея 7 глава, 3 стих. Написано, а что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Вот правда, бывает, людям стыдно, а бывают, они не чувствуют стыда. Бывает, мама сгорает, или папа от поступков детей, а детям нормально. Нормально. Вообще нету чувства. Потеряно. Здесь Писание нам очень сильно нас предупреждает. Когда мы ожидаем перемен в ней или в нем, ближний или кто угодно, то Библия говорит, что есть риск, есть шанс, что каждый человек, он потерял чувство, чувство потерял способность. По-английски написано do not notice, то есть не замечает, не замечает за собой какие-то неправильные действия, поступки и дела. А от этого, друзья, уже встает плохо и людям вокруг, и нам, а особенно тем, которые вокруг нас. 2 Коринфянам 13,5 написано, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете, что Иисус Христос в вас, разве вы не то, чем должны быть? Смотрите, два раза, кажется, говорится об одном и том же, испытывайте самих себя, исследуйте самих себя. Как бы масло масляное, одно и то же два раза, на всякий случай. Испытывайте самих себя и исследуйте самих себя. Снова вопрос, зачем? Зачем эти действия? Зачем? Это вся акция. Снова с целью же. Конечно же, чтобы пришли перемены в нашу жизнь. Если мы посмотрим на весь дух Писания, вы, наверное, должны мы все запомнить, что почти везде просматривается одна очень тонкая мысль, что человек в первую очередь должен ожидать перемен от себя. Мои привычки, моя реакция и мой характер должен меняться. Вот почему, друзья, я верю, я стремлюсь к этой цели, к тому, призываю всех вас, чтобы мы, как христиане, стремились и все-таки верили в то, что перемены могут прийти и в первую очередь в нас. Иначе нет смысла вот эти все места Писания, которые я прочитал, и вот эти заявления, что характер не меняется, зачем тогда вот это все, что мы читали, зачем эти игры, зачем эти красивые слова. Да, друзья, процесс очень длинный, очень трудный, немодный, непопулярный, вообще непопулярный заниматься переменами в самом себе. Это даже нас не интересует, это нам не сильно интересно. Мы не отрицаем факт, что мы не такие идеальные, что, возможно, мы грешные, но вот на этом и все. Мы больше сфокусированы на традициях, на какой-то, может быть, мертвой религии, где мы выполняем какие-то правила, ставим какие-то галочки, приходим один раз в неделю в церковь, но вот как бы и дальше, а глубже. А все-таки перемен хочется к лучшему, правда? Я верю, что вот эти все места Писания направлены на то, чтобы разбудить в нас и разрушить нашу самоуверенность. Или еще, скажу по-другому, ложную самоправедность. Самоправедность, когда мы убаюкали и успокоили себя, что все окей, все нормально, не напрягайся, все нормально. Других даже здесь нет, другие намного хуже. Но мы должны также с другой стороны понимать, еще есть баланс или есть крайность, когда люди постоянно себя чувствуют недостойными. Христиане со стажем постоянно чувствуют себя неуверены, будут ли они вообще спасены, неуверены вообще ну ни в чем. Постоянно это другая крайность. Нам важно понимать, что во Христе мы оправданы. Это тоже важная истина. Но при этом, друзья, апостол Павел говорит, что я умираю каждый день. Так подожди, так мы же оправданы, мы же спасены. Уже мы все имеем во Христе. С одной стороны, да, это правда. С другой стороны, он пишет, каждый день умираю, умираю для себя, то есть смиряю себя, свою плоть или по-другому, занимаюсь процессом перемен. Я стремлюсь к улучшению, я жду перемен, а эти перемены вселяют в меня надежду. От других я тоже ждал, немножко разочаровался, а от себя, в принципе, вообще не ждал. И целью я это не задавался. Когда идет призыв, умираю каждый день, значит, это процесс, который должен присутствовать в жизни христианина каждый день и постоянно. Есть две позиции. Я не ищу перемен в себе, или же я хочу измениться, но у меня не получается, но я сильно хочу. Представьте, друзья, как печально, когда люди ходят в церковь и они не ожидают перемен. Давайте честно, мне надо поднимать руки. Кто сегодня шел в церковь и думал, вот сегодня, не знаю, но сегодня Бог что-то будет во мне менять конкретно, реально. Если надо плакать, я готов плакать. Если будет призыв к покаянию, к освящению, не знаю, ну, я сюда, к алтарю не выходил уже ну лет 20, ну 10, ну 5. Но в принципе, как бы привык уже к такому состоянию, что нормально, все нормально. Есть такие самооправдания, ну, какая разница, и Бог и там слышит. Где бы ты не был, слышит. Да, с одной стороны, да. С другой стороны, если быть честным самим собой, мы же также понимаем, что наша зона комфорта нам все-таки нравится. И если пойти на глубину, то все-таки шаг какой-то, он все-таки что-то производит внутри нас. Но вы знаете, друзья, что часто мы даже идем в церковь, либо на какую-то конференцию, мы сильно перемен не ждем. Мы исполняем обряд. Ну, почему бы и нет? Нормально быть в обществе, а зачем дома сидеть? Все равно выходной день, а так хоть развеюсь, пообщаюсь. Ну, какие-то есть хорошие привычки, и это, слава Богу, за то, что они есть. Но я хочу сегодня нас пригласить немножко глубже, задуматься о том, что мы не призваны просто форму исполнять, а хочется все-таки перемен, таких вот неформальных, а настоящих. И когда человек задается целью, что я хочу перемен, и эти перемены, которые несут надежду, могут прийти от меня самого, ты как-то смотришь на всю свою ситуацию, на все свои сложности, на всех трудных людей, начинаешь только смотреть по-другому. У тебя зарождается надежда, а если я поменяюсь, если мое мировоззрение на вещи, на ситуации изменится, то не обязательно, что сразу поменяются обстоятельства, но мое отношение к этому поменяется, я буду летать выше, буду чувствовать себя легче, мира больше, сна, сон длиннее, вот это вселяет уже немножко надежду. Но мы уже подходим с вами к этим мечтам и надеждам немножко с другой стороны. Когда человек не ожидает перемен, идя в церковь или вообще по жизни, друзья, это называется по-другому безнадежность. Это страшное состояние, печальное состояние. Когда, когда-то мы слышали вот недавно подростки нашей церкви рассказывали свидетельства, как они проводят служение, как они там получают благословение, каких глаза горят, одна, я думаю, из причин, у них есть жажда, жажда, это тоже большое желание. И Бог, мы в Писании читаем, Он изливает или реагирует на жажду по-другому. Но бывает состояние, когда жажда пропала, понимание осталось, практически не работает эта кнопка жажда, жду, перемен от себя, от себя. Не работает кнопка, как будто только знание. И хочется как-то эту систему поремонтировать, чтобы она все-таки заработала внутри меня. Евреям 4.12 написано, «Ибо Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча обою до острова, Слово Божье проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Посмотрите на это местописание даже с медицинской точки зрения. «Даже медицина самая современная и крутая не может проникнуть туда, куда может проникнуть Слово Божье». Если вы почитаете внимательно этот список, куда может проникать, как может влиять и действовать Слово Божье Библия. Душа, дух, мозги. И дальше интересно, что написано «судит или обличает наши мысли, помышления и намерения сердечные». Никто из людей не может читать мысли. Но Слово Божье туда проникает. И оно показывает мысли и показывает скрытые желания. Показывает какое-то... Ну давайте остановимся на том, что оно показывает мысли. Главный вопрос чьи? Чьи мысли оно показывает? Чьи желания оно судит? Что Божье Писание анализирует? Вот это важно понять мои. Не его, а мои мысли. Мои желания, мои намерения, мои злые мысли, когда я ранен, когда я обижен. Там же идет пулемет мыслей. Когда мы думаем, когда мы кого-то тихо ненавидим, когда мы тихо живем с горечью, когда мы кому-то завидуем, осуждаем, привыкли к такому состоянию. Вот это, друзья, вот эту силу и власть имеет именно Слово Божье. И здесь снова хочется сказать, если мы соглашаемся с тем, что я не могу больше измениться, тем более мой возраст, тем более мой характер, тем более мне уже жена об этом сто раз сказала, или муж тоже написал, то кажется, и вот здесь и пропадает надежда. Но у нас еще одна проблемка, что мы ждем перемен от нее, от него, оказывается, перемены грядут от меня, а ты аж не поверил. А тогда зачем вот эти местописания, вот это Слово Божье, которое мы читаем, что это Слово Божье может проникать так глубоко, куда никто, никто не может даже проникнуть, и оно может как-то нас судить, наши мысли, и может нас как-то корректировать и менять к лучшему. Смотрите, друзья, мы вроде бы не против Бога, Его присутствие, все как бы правильно звучит красиво, мы как-то хотим попасть в Божье присутствие, и там, чтобы Бог нам рассказал, что изменится в нашей жизни, что изменится в нашей семье, когда я получу исцеление, когда придут там перемены, прорыв какой-то в материальных вещах, мы ждем как бы перемен, что Бог нам скажет, как дальше двигаться, мы хотим вот этого Божьего водительства, Божьего присутствия. Хочу вам напомнить, когда Исаия попал в Божье присутствие, какое было его первое откровение? Он сказал, горе мне, то есть он сразу начал анализировать себя очень резко и быстро, и так себя оценив, что сказал просто ужас, горе мне, мне капец. У меня проблема с моими устами, с моим язычком, длинненьким, остреньким, в принципе, как бы мы это никогда не отрицали раньше, кто-то может как-то сознаться, да, у меня есть с этим проблема, но друзья, когда мы попадаем в Божье присутствие, интересно, что Бог не дал ему первое направление, Исаия, вставай, иди, там будет такой крусей, такое будет служение, Исаия, туда, и туда, туда, там столько нужно служений выполнить. Первое откровение, первый вывод человека, который попал в Божье присутствие, где влияние Духа Святого было настолько мощным, настолько сильным, что человек сразу начинает думать о себе. А теперь я вам напомню, что это был человек Божий, человек пророк, человек, который, ну давайте представим, ходил в церковь в живой поток, слушал проповеди с детства, или, скажем, со стажем десятилетним верующий, и который в одно время как-то начал ждать перемен от всех, ну кроме как от себя. Оказывается, мог быть и верующим, оказывается, мог и в Бога верить, оказывается, даже мог как бы Богу и служить. А это же как-то немножко про нас говорится, правда? Мы тоже и верующие, и тоже и в церковь ходим, и даже как бы Богу служим. А тут раз такое откровение о себе самом, like, воу, так у меня проблема. Так значит, нужно что-то с этой проблемой делать, раз Бог ее открывает мне. Вы знаете, друзья, когда люди искренне ищут Бога, вот их в жизни проходят разные процессы, я замечал, эти люди очень сильно начинают каяться. Но интересно то, что это происходит, когда вот человек близко с Богом, близко, вот это его, он не просто к Богу приходит со списком как бы каким-то нужд, хотя мы имеем на это право, но вот человек переходит на другой уровень. Я хочу вам показать уровень людей, которые верили в Бога, ходили пред Богом, на какой уровень они приходили познания и отношений с Богом. Например, Давид, написан на Псалом 138, 23 стих. Этот человек написан был муж по сердцу Бога, ну можно сказать на простом языке, ну любимчик просто у Бога. Ну кажется, ну такой уже хороший благословенный человек, ну как он вообще этого заслужил? И здесь вот мы читаем, он говорит, испытай меня, Боже. Вау. Молитва какая-то такая странная. Вы когда-нибудь были на таком молитвенном служении, где кто-то передал записку и сказал, помолитесь, пожалуйста, что Бог меня ну как-то проверил. Узнай сердце мое. Я и так сам себя знаю. Я все мои недостатки, но и о своей недостатке знаю. И испытай меня и узнай помышления мои. Зри, не на опасном, посмотри, не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный. Хочу снова напомнить, друзья, человек, который молится этой молитвой, это человек не грешник, не алкоголик. Это не просто какой-то разгильдяй, это человек Божий, который молится молитвой и говорит, Боже, вот представьте себе, человек дошел до такого определенного состояния, уровня, знания и понимания, смысла жизни на земле, целей на земле, вот этой надежды, надежды, перемен, которых он ждет, что он говорит, Господь, я этого хочу, я этого в жизни хочу, и это меня вдохновляет, что я могу изменяться, если изменяюсь я, друзья, вы не представляете, как обстоятельства вокруг вас изменятся не из-за того, что обстоятельства изменятся обязательно, хотя не могут измениться, а потому что ваши взгляды на них полностью поменяются. Ведь вы же знаете людей, которые живут намного в трудных, в труднее обстоятельствах, чем вы, намного труднее, чем ваши, намного труднее. Но почему-то у них в сердце мир, почему-то у них в сердце, кажется, мы даже как-то завидуем этому миру и покою, и хочется сказать в глаза, смотря, где ты это взял, у меня его катастрофически не хватает. Где ты это взял? Ведь мы же знаем, не только герои из Библии, а людей среди нас, которые проходили труднейшие обстоятельства. Откуда у них вот эта мотивация, надежда в то, что перемены придут, а человек молится, молится, а обстоятельства не меняются. Перемены как бы не приходят. Но мы их ждем только с этой стороны, а перемены могут прийти с другой стороны. А перемены вселяют надежду. Добрые, хорошие перемены. И вот здесь Давид и молится, Господи, я прошу Тебя, покажи мне, потому что я могу сам себя не видеть, я могу себя сам со стороны не заметить, я могу быть на опасном пути. Интересно, что здесь Давид молится и говорит, кто читает по-английски, point out anything in me that offends you. Господи, покажи мне то, что обижает или расстраивает тебя. Это еще один уровень. Не просто, ну как там, ты на меня не обижаешься? Нормально? Ну, слава Богу, поехали дальше. Здесь вопрос идет о других отношениях. Господи, если я Тебя обижаю, если я Тебя своим поведением раню, если я сам, вот Господи, не прав, вот я хочу от Тебя это узнать, Господи, пожалуйста, скажи мне об этом. У меня к вам вопрос, друзья. Когда было в последний раз, что любой, кто смотрит онлайн или находится здесь, что вы сказали Богу, Господи, покажи мне мои недостатки. Просто вопрос. Когда последний раз мы, я, ты молился такой молитвой, Господи, покажи мне меня мои недостатки. Варианты ответов. Я и так мои недостатки знаю. Вариант? Вариант. Второй вариант. Боже, прости меня за все. А что мы имеем в виду под этим? Боже, прости меня за все. За то, что я понимаю и думаю, что за вот это нужно простить. Здесь я не прав. А как насчет тех вариантов, где ты уверен, что ты прав, а ты можешь быть не прав? За это мы просим? Вот здесь, друзья, и мы видим, что нам иногда полезно сказать, Господи, Господи, я сам как бы или не вижу недостатков, или к ним привык. То, что говорит жена там, рабочие, я уже как бы им не верю. Когда они говорят за мои недостатки, правда? А вот, Господи, если ты скажешь, возможно, по-другому это воспримется, но я просто не думал в ту сторону. Прости меня, Боже, и испытай сердце мое, покажи мне мысли мои. Я бы еще добавил, друзья, очень важный момент, что, Боже, покажи мне, в чем я не прав сегодня. Потому что бывает так, что, Господи, свои недостатки я знаю, как-то пытаюсь над ними работать, Боже, помоги, но а сегодня или вчера? Ведь мы же проходим через море ситуаций разных, всегда какие-то напряжения, конфликты. Господи, где я вот сегодня, конкретно вот сегодня, вот прямо шаг за шагом? Друзья, когда Давид, он еще прочитает одно местописание, что вообще человек стонен думать к тому, что у него все в порядке. Притча 2, 21, 2. Всякий путь человека кажется прямым, то есть нормальным, здоровым в его глазах. Но только Господь взвешивает сердца. Когда Давид убегал от Саула в пустынях, в бегах, Псалом 62, 2. Написано, он говорит, Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя. Хочу напомнить контекст. Он убегает. Он потерял дом, убежал с дворца. Это считайте, что вас вот выселили, да, АРС по разным причинам. Дальше он потерял семью. Он убегает, спасает свою жизнь. Неизвестность впереди. То есть ситуация, ну, сложнее, я думаю, чем у нас. Это важно как-то осознать. И вдруг его молитва. Господи, я тебя ищу. Господи, с самого утра тебя жажду. Тебя жаждет душа моя. Здесь, друзья, тоже такой, как бы, метод редкий, когда человек настолько влюблен в Бога, настолько увлечен Богом, что это вселяет в него надежду в самых трудных обстоятельствах. Кажется, нужно молиться не об этом. Логично? Нужно чего-то другого искать. Поэтому, друзья, если мы не влюблены, не увлечены Богом, вот этим близким отношением, вот этим святым влиянием, а с кем поведешься, того и наберешься, когда мы с Богом близко в общении, это влияет на нас и изменяет нас к лучшему. Да, друзья, слава Богу за то, что есть у нас такие варианты и надежды на перемены. Вы скажете, ну, я старался меняться, я не против меняться, но у меня не совсем получается. И здесь я хотел бы сказать, что есть тоже вопрос искренности, очень важный для Бога. написано, что у Бог с искренним, с честным поступает честно, а с таким лукавым, ленивым таким же методом. Когда, если у вас есть дети и, допустим, что они в школе очень плохо учатся, страдают, у них плохие оценки, они расстроены, вы как родители расстроены, их как-то там может быть дети унижают, их постоянно учительница возможно ругает или вам постоянно говорит, вот ваш сын плохо учится, надо с ним заниматься, ну почему вы с ним не занимаетесь? И вы слушаете эту учительницу и у вас как у родителя выступают слезы на глазах, потому что вы знаете, что ваш сын или дочь они дома столько занимаются, вы с ними лично столько занимаетесь, у вас несколько детей, но вот с этим ребенком вы часами намного-намного больше занимаетесь, и потом когда ваш ребенок получает снова плохую оценку, он говорит, мама, а почему я такой неудачник? Мама, а почему у меня не получается? Мама, ведь я же учу. У вас как у родителя комок в горле, вы как мама глотаете, пытаетесь прятать слезы, потому что вы знаете, что ваш ребенок так старается, но у него не получается. а учительница со стороны это не видит и говорит, ну почему вы не занимаетесь вашим ребенком, у него снова плохие оценки. И вы теперь понимаете, друзья, как на эту ситуацию смотрит Бог, точно так же. Кто-то говорит, я не против, я не против меняться, ура! Мы же все не против меняться, правильно? Все не против. А что из этого будет в понедельник? А что из этого будет через неделю, через месяц? Из этого славного желания? И здесь, друзья, мы с вами понимаем, как Бог смотрит на нас, как мама смотрит на ребенка. И учительница смотрит на ученика. И она точно знает, насколько человек этот карабкается, старается, молится, берет посты, ищет перемен, но совершенно с другой стороны. перемен, которые, если они придут, друзья, у вас настроение поменяется. Если оно у вас плохое, изменится настроение, взгляды на жизнь, мировоззрение. Поэтому слава Богу за то, что у нас есть эти варианты. Когда мы смотрим на Евангелие, где написаны такие радикальные вещи, заявления, вот подумайте, написано в Библии, всегда радуйтесь, за все благодарите, будьте довольны. вау, как классно сказано. А на практике где оно? Мне кажется, что без внутренних перемен это просто красивые слова, которых мы ожидаем от кого-то, что они у них в жизни проявятся. А у нас? Ну, а я в церковь буду ходить. Ну, хорошо, нормально. Ну, тогда зачем вот эти все процессы? Тогда мы как бы читаем и что, мы сами не верим? Вот здесь, друзья, нам нужно признаться, оно не очень приятно, что как бы мы на каком-то этапе сами себя убаюкали и как-то согласились. Ну, никто не идеальный, как бы. Ну, я что могу, как бы делаю, но я не думаю, что мы все, что можем, делаем. Мы еще не на том уровне. Но у нас есть этот шанс, друзья, ожидать перемен от самого себя. В первую очередь заниматься тем, чтобы менять себя, работать над собой. Это возможно с помощью Духа Святого, Писания. Вот это может нас трансформировать. Не только потому, что я решил. Нет, друзья, вы уже решали. Здесь нужно очень тесное общение с Духом Святым и влияние Божьего Слова на вашу жизнь. Вот это Слово, если оно в нашей жизни присутствует, тогда оно проникает и до мозгов, и до души, и везде. И в первую очередь оно судит помышления наши, меняет мысли, желания наши, взгляды наши меняет. Не чьи-то других, а наши. Легче жить становится. Кому трудно жить, этот метод, я думаю, хороший, может многим помочь или пригодиться. Если мы ждем только перемен от людей, я вам покажу, какой может быть тупик. Если мы ждем перемен только от людей, что вот обстоятельства или люди сделают нас счастливыми, хорошие перемены. Например, женатый человек ждет перемен от жены или от мужа. Ну, когда же в конце концов он или она изменится? Если бы она изменилась, это сделало бы меня счастливее. Ждем обстоятельств. А если они не меняются, откуда ждать перемен? Дальше, а что если холостой человек? У него нет жены или мужа. А откуда ему ждать перемен? Кто его сделает счастливым? Ну, ждет свадьбы. Перемены пришли. А дальше снова ждем перемен. А что если, например, взять вдову, которая потеряла мужа? Откуда ей ждать перемен хороших? Откуда ждать перемен? Что изменится обстоятельство? Или снова будет семья полноценная? Тупик, правда? Кажется, все, все, перемены мои закончились, и там и надежду похоронили. Кажется, ну, правильно, если так логично мыслить, то все. А если мыслить по-другому, то, значит, перемены возможны во мне. Значит, я могу летать, могу радоваться, могу быть выше, могу смотреть по-другому. Вау! А что, если посмотреть на миллионера, который, кажется, ни в чем не нуждается? Жена, красавица, модель, миллионы нету, только миллиарды, машин не знает, на какую сесть, дом не один, любая проблема решается. Почему эти люди заканчивают жизнь самоубийством? Голливуд, реальные истории можно читать на интернете. Вопрос, где пропала надежда? Где все абсолютно есть? С материальных, бытовых, кажется, все есть. Где пропала надежда? Где смысл жизни? Христиане, здесь мы видим, что мы себя сами иногда загоняем в тупик, но они хотя бы неверующие, Бога не знают, а мы же Бога знаем. Так часто теряем надежду в перемены хорошие, которые грядут, потому что мы зациклены, что они придут от других или от обстоятельств, но не от нас. С этой стороны мы не ждем. И здесь, друзья, нам снова откровение в том, что все-таки стоит стремиться к этим переменам. Когда Израиль был в пустыне, кажется, у него столько причин для ропота было. Но Бог говорит в Второзаконии, 8 глава, 2 стих, помни путь, которым вел тебя Бог по пустыне, чтобы смирить тебя, кто это делал? Бог. Чтобы испытать тебя, тебя, меня, кто это делал? Бог. Чтобы узнать, что в сердце твоем будешь хранить заповеди, Бог твой учит тебя, как какова цель Бога? Ожидание человека, Бог изменит обстоятельства. Ожидание Бога, человек изменится сам внутри. Вот, что вдохновляет Бога. И последний пункт, друзья, по-любому перемены придут. Если даже у вас закончились за надежда на перемены, то верующим людям я сегодня хочу напомнить, что в любом случае для верующих христиан перемены придут вечность, которая ожидает нас, это радикальные перемены. Написано в Писании, этого стиха нету на экране, 1 Коринфянам 15 глава. Написано, не все мы умрем, но что? Но все изменимся. Представьте себе, какие станут все хорошие. Все изменятся. Вот это нас вдохновляет. Но важно понять, что в этом списке есть и ты, и я. То есть мы изменимся, а перемены эти вдохновляют, дают нам надежду. Кому тяжело? 2 Коринфянам 4 глава написано кратковременное легкое страдание наше здесь на земле. Оно производит в безмерном преизбитке вечную славу, когда мы смотрим на невидимое. Не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Исаии 43 глава 2 стих. Что бы вы ни проходили в вашей жизни сегодня, написано, будешь ли проходить через воды, я с тобою, говорит Господь, через реки, они не потопят тебя, пройдешь через огонь, не обожжешься. Интересно, что здесь не работает теория процветания, которая говорит, что проблем не будет, все не будет, все будет хорошо. Смотрите, написано, что будешь проходить, будешь ли, если будешь проходить через, уже тонешь, горишь, но ты будешь, если будешь проходить, я с тобою вот там, когда ты тонешь, когда ты проходишь через огонь, вот я с тобой там. Вот это, друзья, вселяет надежду. Вы знаете, что надежда, как я уже сказал, она связана вот с этим ожиданием перемен. И смотрите, что написано, сам Бог говорит. Плач Иеремии, 3 глава, 22 стих. Милость Божья, по милости Божьей мы не исчезли. Внимание, друзья, милость Божья и милосердие его не истощилось, ибо оно обновляется каждое утро. Воу, это же перемены, друзья, это же для нас новый шанс, каждый день это новый шанс к переменам. Божья милость и к тебе и ко мне, милость Божья, мы ее не до конца обновляется, меняется каждое утро, а это перемены хорошие, добрые в нашу пользу. Римлянам 15, 4 за надежду написано, что Писание было прежде написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду, у кого она пропала, у кого она затерялась, у кого она сломалась, надежда, надежда на хорошие перемены, утешением и из Писания, снова методика, божественная, Писание, которое имеет власть, имеет силу давать людям утешение и надежду. А когда у нас такое на жизни бывает, что мы так вот расстроились сильно и думаем, какой хороший повод почитать Библию. Вот так расстроились, что аж пойду и Библию почитаю. Правда, кажется, мы как-то по-другому мыслим, движемся, а вот для нас здесь есть как бы методы. Римлянам 15, 4 написано, простите, 15, 13, Бог же надежды да исполнит вас всякой радости, мира, вере, дабы вы силою Духа Святого, силою Духа Святого обогатились надеждой. Снова надежда на перемены. И снова практика. Слово Божье. Сила или влияние Духа Святого на нас. Вот это несет, друзья, надежду. Поэтому я вдохновляю вас задаться целью, чтобы меняться. И эти перемены в первую очередь должны прийти у меня самого внутри. И тогда жизнь станет в других красках. Я вас на это благословляю. Мы сейчас подходим к причастию, друзья, и вы знаете, что опять по этой же теме написано в Писании, если бы вы сами себя осудили. Опять 25. Опять все сводится к тому же себя. Если бы вы сами себя анализировали. Так написано. Вы знаете, друзья, когда человек не имеет прощения, сколько бы вы не просили прощения, сколько бы вы не платили за прощение, если вас люди не прощают. От этого мы мучимся. От этого нам плохо и тяжело. Представьте себе, вас осудили, дали вам пожизненное заключение, и вы знаете, что вас больше никогда в жизни не выпустят из тюрьмы. Просто нету вам прощения. Это называется безнадежность. Пропала вера в переменные хорошие. Но для нас сегодня, друзья, есть хорошая новость, что мы все, кто поверил или примет сегодня Иисуса Христа, имеет прощение всех, самых скверных, самых тайных, самых злых, за которые стыдно грехов, имеем прощение. Это уже называется надежда и милость, которую мы имеем в Боге. Давайте мы поднимемся на ноги, друзья, сейчас будем молиться. Я призываю сейчас взять время просто для молитвы, чтобы мы пообщались с Богом, чтобы мы помечтали об этих переменах, добрых и хороших, которые могут произойти внутри нас благодаря нашему Господу Богу. Двигайтесь в этом направлении и будьте благословенны. Аминь.